Йо-хоу, всем привет! Меня зовут Ахтём, вы смотрите канал Суберэш Ченнел, и снова будет бесконечная рета. Поехали! Столола была битком. На входе, как почётный караул, в вечном огне стояла Лаврия Дмитриевна. Ну что, Симон, как сегодня потрудился? Неплохо. Молодец-молодец, то и ещё будет. Да уж. Ладно, садись к девочкам. Образила настройка рядом с Короновичем. За ним уже сидели Славя, Лояна и Рену. Неплохая компания. По крайней мере, не самая плохая. Я взял в обед и подошёл к ним. Не возражайте, если я присяду. Но и слова позвучали на самом низком наигранном. Так как садиться всё равно было больше некуда. Да, конечно. Будьте обязан. Вина помолчала. Эх, как жайшу помолчала. Так жай. Сегодня обед состоял из борща. Возможно, даже с мясом. Этого остановить доподвину не удалось. Мясо птистым. По всей видимости, коисты обыкновенной. Неплохо сказанным. С картошкой жареной. Из традиционного компота. Пих на весь мир. Всё как надо расставлено. По углам. Как надо. Сантиметру по миллиметру всё разложено. Неплохой обед. Скажем, разом еда здесь нравилась мне всё больше. Наверное, я всё косо понял, что убирать особо не из чего. В таком случае, нечего жалость-то на то, что есть. Благо есть, что есть. Пойдёшь сегодня на танцы? Не знаю. Пойдёт, пойдёт. Куда он денест? Радостно оставляла военную. Ты тут точно пойдёшь? Конечно. Не в большом случае посмотреть, как ты погасоборишься. Она попала в точку, поэтому я решил не отвечать. Реально, в точку. А ты? Спросил я Орену. Да. Ответила она коротко. Видишь, значит, тебе тоже стоит пойти. Славя словно не оставляла мне выбором. Не забудь фраг надеть. Но я, видимо, была так довольна своей шуткой, что громко засмеялась. Араха, араха, араха. Но ведьм действительно нечего надеть. Письма Годиров состоялась в перницкой форме, из зимней одежды, которая даже вечером в ряды погажутся в уместной. Ты-то в чём пойдёшь, массовик-затейник? Сек, ред. Хватится, как на детском утреннике, небось. Время покрасневая злости. Похоже, я смог её задить. Нет. Костюм химзащиты. Шёл специально. Швотебья, а не за разистом. Хе-хе-хе. И чем ты планируешь из меня за разистом, интересно? Ребята, хватит, не сойтись. С рыбалумием, конечно же. У вас точно сказано. Похоже, Лоянка опять была очень довольна своим, на её взгляд, исхромётным ответом. Знаешь, из-за того же болеешь гриппом, только садиться не получится. В эту игру могут играть двое. Это ты на что намекаешь? Да так. Ни на что. Я хитро отвёл взгляд. То есть, ты хочешь сказать? Она опять покраснила. Я ничего не хочу сказать. Ребята. Если разговор вмешалась даже Айна, то значит, дело, правда, начало понимать плохой оборот. Ты допросишься. Чего? Что ты помнеешь, наконец-то? О. Вместо ответа Лоянка взяла свою тарелку борщем и опрокинула мне на голову. Неплохое представление получилось, друзья. Неплохо. Ну, продолжаем. Эншпиннин законялся неожиданным финалом. Ах ты, Майка. Она скачалась за столой и попыталась убежать. Ну, в этот раз у неё ничего не вышло. Я схватил её за руку. Ну, а дальше что? Негалой же её обстул. И Майка ценно. Продолжалась несколько секунд. Руку Яна ловко схватила компот и высунула и мне висто. Второй раз уже. Под неожиданностью я отпустил её в руку. Ну, шо ж, Симон, да просился-то. Она бежала куда-то в сторону буфета. А я за ней. Результатами нашей гонки встали несколько упокинутых троксовов. Раз разбитой посуды. Пять разной степени покореченных пионеров. И полное измемножение берег сторон. Можно сказать, ничем. Боевая ничем. Слишком боевая ничем. Усталяя иду, находив друга, я живу души. Больше не будешь так? А ты? Садик там незаметно подошла. Ой, галь, не древне. Действительно, такой погром не мог произойти без посредствий. Ну что, довольны собой? Ее голос звучал спокойно. Но я был уверен, что она была вот этого зарваста. Кто себя должен убирать теперь? Так и безврошу вам. Кто, я спрашиваю? Кто он? Он. Совершенно не злой Кима, ответив о руленке. Она. Мене уверенно взразил им. Оба. Поставила жирную точку неуспешным, а часто своим, вожатым. Вообще, я не был уверен, что моя двоя вины посчешем все больше. Однако, логянка, кажется, вовсе не считала себя виноватой. Ладно. Вот еще. Не буду ничего убирать. Это он все. Он начал. Вот и нет. Вот и да. Я не собираюсь разбираться в этих глупостях. Семен, иди возьми швабру, совочек, тряпку и так дай ей в кладовке. А ты? Она посмотрела на мой Яну таким взглядом, что мне стало жалко девочку. Ты? Немеренно начинай собирать разбитую посуду. Ольга Митриевна дышалась немного и продолжила. А тебе одни проблемы. Сколько раз я тебе говорила? Я решил не заслушивать и пошел в кладовку. Торган находилась рядом с выходом. И тут у меня родилась прекрасная мысль. А почему бы не сбежать? Конечно, Ольга Митриевна нас уже поймала, но я-то ни в чем не виноват. Может, конечно, об особо пианиров это не поменял, но по сравнению с ульянкой в любом случае все спишут на нее. Тем более заняться мне больше нечем, как убираться-то тут. Надо искать ответы. Истина где-то там понеслось у меня в голове. Ну так, сейчас начнется сложный выбор. Может, стоит сбежать. Все равно она во всем виновата. Может, попыталась сбежать, попробовать, что-нибудь. И уже остаться и помочь. Как вы думаете? Так. Ну, давайте, что-нибудь. Останусь, давайте. Смысл сбегать? Так от русов сбегают. Все, помогать осталось. Так. Нет, сбежать и самая хорошая идея. Во-первых, меня уже поймала Ольга Дмитриевна, а разбор полетов с ней восстраивать совсем не хотелось. Во-вторых, как-никак, я тоже был виноват. Конечно, что затеявал Иоаннка. Но если бы я не реагировал, Рома можно было бы избежать. Наверное. Открыв шкаф, я взял метро, шлабру и совок. Ольга Дмитриевна уже не была рядом с Иоанной. Она ушла. Как видишь, Иоаннка выглядела расстроенной. Если ее детский задор куда-то исчез. Ладно, подожди. Сначала пойду отмоюсь. Обозил на нее злой злобный взгляд и направился к выходу. Смыл себе остатки обеда и вернулся в столовую. Ну, ничего не поделаешь. Пойдет с тобой берасту. Это все из-за тебя. Она посмотрела так, что у меня внутренне воина мошки побежали по телу. Конечно. Я во всем не виноват. Я жил у нас местное стихийное бедствие. Помолчи уши. Странно, что она не отлынивает от уборки. Янка могла спокойно оставить меня одного и убежать. Но почему-то напротив старательно собирала осколки тарелок, мыла пол, поднимала стой ее истовым. Она делала все так быстро, что я успевал за ней. Что ты через чух стараешься. Пошел побыстрее закончить дуэнь. Голос ее звучал все так же недовольным. Слушай, ты же не понимаешь, ты же понимаешь, что нельзя себя так вести. Пока не умея доводить до подобного, я решил попробовать провести с ней нечто вроде воспитательной беседы. Надо же воспитатель нашелся. Сейчас такому научат. Итак, я ничего такого и не делала. Даже ты меня ребенком обозрала. Урьяна взяла ведру с тряпкой и ушла в данный конец столовой. Похоже, обиделась. Таки на взглядом глухобитой посудой я понял, что дело мы действительно натворим. Хорошо, либо ложки и вилки металлические. Ни за что будет чем есть. Но вот только из чего. Слушай, крикнула мне Лурианна и зашел к ней поближе. А почему ты меня так не любишь? И встал настолько серьезным, что я уже был готов поверить. Это не просто очередной возыгрыш. Почему ты так решил? Не знаю, поэтому не спрашиваю. я тебя не не люблю. Просто иногда ты себя так ведешь. Ну, сама знаешь. Это было чистейшей правдой. Как? Не знаю. Потом поделали на меня полное бобыство глазам. Но зачем, скажем, было выливать меня компотом? так ты же сам попросился. В первую виду все время уборки она улыбнулась. Да, точно. Но глубоко вздохнул. Ну, какой реакции ты тогда ждешь от окружающих? Никакой. И хитро ответила она. В разговоре была поставлена жирная точка, и я молча продолжил убораста. Нам понадобилось несколько часов чтобы навести второй марафет. И вот, наконец, вся битая посуда была собрана. Струя расставлена. Пол вымыт. Мы с Ульянкой сидим рядом с буфетом и отдыхаем. Вот видишь, сколько приходится потратить сил из-за одной глупой выходки. А я совсем не устала. Плод строящейся по юристу строился совершенно обо обратном. Что же, рад за тебе. Чем займемся дальше? Ты не знаю, а я пойду. нет, еще не все. Стоп. А что еще надо? Я же видите, убрал все, помог. Что еще нужно? так, странно. Ты должен... Она замялась. Мне еще помочь. Придумываешь очередную глупость? Точно. она широко улыбнулась. Куда я тебе не помощник? И на сегодня одному наказания уже хватит. А давай так. Если поможешь мне сейчас, больше не буду над тобой приколостом. Вальянд, конечно, выглядел заманчиво. Но я не секунды не поверил честности Вальяндам. Хотя ради интереса можно и спросить. И что же застроит твой хитрый план? Давай украдем конфеты. Как я знал. Что? Чего такого от нее и стоило ожидать? конфеты детям. Сейчас как раз повариха пойдет мусор выбрасывать. Так что нас никто не заметит. Я в этом участвовать не буду. Ну и ладно. Нафыкнула и отвернулась. Тогда я сама. И тебя я не не распредоконят фразы. А Янка уже ловко перепрыгнула через стену буфета, прошла к шкафу, открыла его и начала рыстать там. Да подожди ты. Мало тебе что и пробуем с урой Дмитриевной? Она не ответила. Что такое тебя не просто убираться заставит. Янка закрыла шкаф. И в руках видел большой пакет с конфетами. А ну положи на место. Она показала мне язык и выбежала через заднюю дверь. И вот и все. Удачный побег. Вот и вышло ограбление. Быстрое ограбление. Данезия было просто так оставлять. Я обеднулся за ней. Девочка была проичная форма. Я вложил в погоню все силы. В такой раз я ей не проиграй. И украли по площади. Свернули к заднему закану в окошко. И выбежали на ясную тропинку. Я уже почти догнал Янку. Как вдруг она остановилась. У меня же так резко за но тормозить не получилось. я сбил ее с ног. Вот так красиво дурил. Так мы поварились на траву. Догнал. Плохая погоня была господа. Победа закричала я. И ничего не догнал. Мужчина ответила мне. Улянка то есть Уляна езжала под под мной. перестал совсем рядом с Армарием. Семен о чем же ты думаешь? Я чувствовал как я чувствовал появился дыхание жар тела. Что там задумывал он? Конечно сейчас она еще ребенок но скоро станет женщиной. все это меня сильно смутило. Насиловать будешь? Что? Немного пойдя к себе сказала она а ты хочешь? Неплохо пошутим. Все таки в данной ситуации это было больше дискарер руль. А то о я не могу а то о чем это рано мой поворот друзья что сейчас будет это сейчас выбор насиловать или вернуться в лагерь я вообще шокер буду вообще за жоп так нофетка лопнулась и тихо хрюкнула или мне просто показалось или я что-то не очень ну и ладно а шо если бы он вероятно согласился шо было бы ладно шутки в сторону кузин леон леон обойно укусила меня за нос опять шо за ерунда до твоих то что как собаку кузин куснула что за ерунда Путь на оживленности я немного пристал. Их мгновение как раз схватило ей, чтобы выглазка, и отбежало несколько метров. «Смотри, потом пожареешь, будет о чем жарить!» Она громко разменялась и скрылась в весу. А Кейс с конфетами же я стал все езжать на землю рядом со мной. «Интересно!» Лапе сарай на их бросило. Время обретелось к ужину, даже можно было поскорее вернуть конфеты. И желательно, очень желательно, остаться незамеченным. «Конечно!» «Я проснулся в чужую ситуацию, что их украла Лурияна, но кто мне поверит!» А в ходе столовую меня уже ждала Ольга Дмитриевна. «Ну все, справился, Семен!» «Молодец, Семен!» «Да вы про что?» «А Кейс с конфетами я прятал за спиной!» «Обыл прозрачный, дай таких размеров, что карман не запихнешь!» «Я про оборку!» «Все чисто и аккуратно!» «А, да!» «А Лурияна где?» «Я бы ее сам хотел узнать!» «Она скоро придет!» «Хорошо!» «Ну иди ужинать тогда!» «Я зашел в столовую!» «Там, что неудивительно, было полно народу!» «Как вернуть пакет так, чтобы меня не заметили?» «Я ее представить не мог!» «Конечно!» «Можно вечером, но сейчас куда-то мне...» «Куда мне его делать?» «Семен!» «Я обернулся!» «Передо нос роял ослабил!» «Ой!» «А шо это у тебя?» «Я посмотрела на пакет, который я не успел спрятать за спиной!» «Раскрыт, разоблачен, опозорен и раздавлен!» «И вот финал этого раба имени!» «Подстава!» «Такая получилась!» «Ну что сейчас будет?» «Это... конфеты!» «А откуда?» «Украл, откуда?» «Ой, она отдала!» «Понятно!» «Значит, она опять за своем!» «Опять?» «Ну, она уже не первый раз проходит конфеты!» «Почему я не одеваю?» «Давай я их отнесу!» «Спасибо!» «Словил очередной раз спасла меня!» «Она взяла пакет и направилась к буфету!» «Прошу за шуту!» «Так...» «Мне не было никакого желания слушать!» «Она будет говорить!» «Одавая конфеты!» «То что я стал быстро бегать глазами по столовой в поисках места!» «Похоже, мне переставило ужинать с Электроником и Шуйком!» «Все все равно было выше негде!» «Повествую господам!» «Когда я общался с ними, у меня то и дело возникало желание подколоть и просто сказать что-нибудь забавное и смешное!» «Согласен!» «Может быть, в моем положении вести себя так незакроискованно, но братья Электроники служили для меня источником позитива!» «Как ваши дела?» «Неплохо!» «Отворил!» «С переменным успехом!» «Что-то случилось?» «Да много всего случилось!» «Расскажешь?» «Как-нибудь в другой раз!» «Как хочешь!» Он разъел руками. «После ужина танцы!» «Электроник хихикнул!» «Я в курсе!» «Так...» «Кого хотел бы пригласить?» «Не думал еще об этом!» «А ты?» «Я?» «Ну, я?» «Просто он не ожидал такого вопроса!» «И правда, он в шоке сейчас!» «Ульянку!» «Ульянку!» «Она обрадуется!» «Если есть отличносты!» «Ну уж нет!» «Электроник неистово замахал руками!» «А ты, Шуек!» «Пригласили Аису!» «Не правда!» «Отличная пара из них получится!» «Почему Шуек всеми Аису боится?» «Как увидит ее, сразу бежит в сторону, как угоявый!» «Отличная пара будет!» «Я, пожалуй, воздержусь!» «Да ладно вам, ребята!» «Весело будет!» «И вообще!» «У нас еще дела!» «Нам нужно робота доделывать!» «Отличная идея!» «Выносите робота!» «Он вас умеет танцевать!» «Хе-хе-хе-хе-хе!» «Да пусть с роботом потанцуют за своим!» «Кого надо начнется только?» «Классная шутка, Симон!» «В точку сказано, Оландер!» «В точку шутка!» «Он еще даже не ходит!» «Шуек, кажется, не понял прикором!» «Да уж!» «Ботаники только о своей науке думают!» «Шутки вообще не принимают никакие!» «Да уж!» «Скучно!» «А что?» «Бой прекрасный демонстрация наших дитяжений!» «Перед всем лагерем!» «И что?» «И что мы покажем?» «Тут ты прав!» «Они оба расстроенно воткнулись в тарелки!» «Хм!» «Неплохо приколнулся!» «Блохой прикол вышел!» «Было весело!» «Так, что там дальше?» «Ужин закончился!» «Пионеры начали расходисты!» «А вы как на бал оденетесь?» «Скрасил я Шурика и электроника!» «А нам особо нечего, пока и пойдем!» «Образовала свою пионерскую форму!» «Кажется, они...» «Кажется, их совсем не волнует внешний вид!» «Тоже я тогда беспокоюсь!» «Все мои одежды все равно идти не вариант!» «Та же пойду, как есть!» «И во сколько начало?» «После девятию!» «Ясно!» «Я вышел из столовой и полной грудью вдохнул свежий вечерний воздух!» «И сразу вспомнились о редкой дискотеке, на которой приходилось бывать еще в школе!» «Неуверенность, стеснение и даже страх!» «И не умел танцевать, не знал, как правильно реагировать, если пригласить от меня!» «А сам кого-то приглашать не осмеивался!» «В общем, чувствовал себя там крайне неуютным!» «Та неприятнее было мне смотреть на тяжелое веселье!» «Нет, это не зависть!» «Скорее удивление от того, что люди могут получить удовольствие от чего-то, совершенно мне непонятного!» «Я прикинул, что до начала дискотеки еще порядком времени!» «И решил немного поспать, чтобы вечером быть свежим!» «Садя в домик вожатый, я моментально прыгнул в старую кровать и закрыл глаза!» «Как ни странно, укоснулся вовремя, даже безбудильника!» «На лесах было ровно десять вечера!» «То есть девять вечера!» «Стоп, как?» «Как ровно девять вечера?» «Надо же!» «Вот да случайность какая!» «Не буду так испевать просыпаться!» «Такое со мной случалось редко!» «Впрочем, призывал себя упомянутым!» «Наверное, все же не стоило спать днем!» «Похоже, придется идти!» «Через пару минут я уже стоял на площади!» «Около памятника сыновей и коронки!» «О деревьях развесили гиренды!» «Такая типичная колхозная дискотека!» «Пионеров собралось с тобой на многом!» «На никого из знакомых я не заметил!» «Поэтому сел на лавочку и принялся ожидать!» «В конце концов, не обязательно не танцевать!» «Может быть, мне удалось посидеть и мило пообщаться с кем-нибудь!» «Чего грустишь?» «Ой, Ян!» «А шо предложишь?» «Пойдем танцевать!» «Рано еще!» «Даже музыка не играет!» «Какой ты скучный!» «Да, законы мероприятия точно и самые веселые!» «На убежала!» «Варянка таки надела что-то подобное обличание во платье!» «Забавно!» «Привет!» «Славян!» «Привет!» «Она просила рядом!» «Как тебе вечер?» «Нормально!» «Шо такой грустный?» «Да ничего!» «Ладно!» «Данцуешь и хоресеешься?» «Наверное!» «Не забудь!» «Один танец и до меня оставить!» «На засмеялась и убежала к музыкальной аппаратуре!» «Чего-то раз я похожа на корябузь!» «Косле оседества и непорочества!» «О, отлично!» «Рынка пришла!» «Привет!» «Ко мне подошла Алена!» «Ой, привет!» «Ви ты тут!» «Хотя, чего удивительного!» «Да!» «Ясно!» «Рожешь сегодняшний вечер?» «Ладно!» «Тогда я...» «Ага!» «Она ушла!» «Эх, блин!» «Не то сказано уже!» «Упустила свой шанс!» «Эх, а мог бы танцевать с ним?» «Как обидно!» «Ушла она и все!» «Похоже, уже весь лагерь собрался на площади!» «Похоже, уже весь лагерь собрался на площади!» «Пойнеры стояли большими группами, на чем-то разговаривая, шутия и смеяясь!» «И вот, момент настал!» «Ну ладно, друзья!» «Стажение следующего выпуске будет!» «Все всем за просмотр!» «Удачи!» «Ab Bets ma!» «Дандам бессерните». «Без уменьшись н stablefinian rockstarba G. vuredа 10.800-280-880-201021» « 별бorteгруются на площади fansавого уехала уässer communications края и у NAV-CO back Two-izebook...» «Уaut regulation к worst